Врачи больницы скорой помощи борются за жизнь полицейского, который получил тяжелейшие травмы во время несения службы. С диагнозом политравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом верхней конечности и нижней конечности, травматический шок второй-третьей степени, перелом скуловой кости и ушиб грудной клетки. На момент осмотра больной находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Скажите, он поступил в сознании или без сознания? В коме. ЧП произошло вечером 3 марта в микрорайоне Кайтпас. Полицейский проверял документы у водителя остановленной машины. В это время на огромной скорости мимо пронеслась автомашина Кио Церата, принадлежащая одной из таксомоторных фирм. Кио Церата буквально снесла полицейского. Затем нарушитель попытался скрыться. Однако в течение 15 минут он был задержан. Им оказался житель областного центра 1989 года рождения. Нокологическая экспертиза показала, что водитель трезвый. Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспортными средствами. Назначенный ряд экспертиз, в том числе автотехническая, ведется досудебное расследование. Он приводит в доводы, что якобы его мобильный телефон отвлекся на мобильный телефон, который он уронил из рук. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Руководство ДВД намерено направить ходатайство на имя министра внутренних дел о представлении рядового Габита Кубеева правительственной награде.